Аплодисменты Вячеслав Альпефтович Тупынин на центральной сцене для вас! Вячеслав Альпефтович, эти аплодисменты вам уже заочно, Дим хорошо подал, хорошо подал. И ты правильно сказал? Как приятно! Благодарим! Да, вам важны игры, друзья, спасибо большое. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Друзья, приветствуем, вот интересные полчаса у нас ждут. Спасибо, спасибо, что позвали и уступили место на этой прекрасной сцене. Я вижу все эти лабиринты, очень классно. Мы когда работаем у себя в лаборатории с мышами, крысами, они у нас бегают по примерно таким же лабиринтам, и мы изучаем механизмы памяти, ну и те эмоции, которые животные испытывают, потому что когда вы попадаете в лабиринт, у вас явно конкурирует любопытство и страх. Любопытство, что там за следующим поворотом, а страх, а что там за следующим поворотом-то, да, вдруг что-нибудь опасное. Ну и получается, что, конечно, наш мозг, он обрабатывает информацию и анализирует сенсорные сигналы, визуальные, слуховые образы, запоминает что-то, и мы можем на уровне нашего сознания много чего отслеживать и контролировать. Но есть более глубинная сфера работы нашего мозга, связанная с потребностями, эмоциями, и она формирует наше желание преодолевать препятствия, играть, кого-то любить, быть свободными. Ну вот об этом мы сегодня немножко поговорим, и, собственно, на первом слайде появляется наша прекрасная нервная система, которая в голове у каждого присутствующего. Это примерно кило триста, кило четыреста такой желеобразной массы. Можете так вот поболтать головой, чтобы ощутить, как она там бултыхается в челюстной коробке. Ну и, собственно, когда мы смотрим на даже анатомию нашего мозга, мы видим, что все непросто. То есть это все равно, что вскрыть ноутбук, увидеть все эти платы, чипы, и явно, да, каждая область выполняет какую-то свою функцию. Ну, примерно так же смотрели настроение мозга еще с античных времен. И только во второй половине XX века потихонечку он начинает проясняться, а что делает каждая зона, и как все это работает на микроуровне. Потому что макроанатомия мозга — это как бы верхушка айсберга, а собственные вычислительные операции выполняют нервные клетки, нейроны. И та искусственная нейросеть, которая сейчас у всех на слуху, она ведь сделана по образу и подобию естественной нейросети, тех данных, которые биологическая наука, нейрофизиология получала, ну, начиная где-то с 50-х, 60-х годов подошлого века. И стало понятно, что если соединить нервные клетки друг с другом контактами, которые могут модифицироваться и работать то слабее, то сильнее, это называется нейропластичность, можно сделать так, что сеть будет учиться решать различные задачи, запоминать слова, имитировать те или иные психические функции. Ну, и все это, конечно, жутко интересно. У нас в мозге, в нашем с вами мозге, примерно 90 миллиардов нервных клеток. Каждый образует где-то 5 тысяч контактов, эти контакты имениются синексы. Ну, если 90 миллиардов на 5 тысяч, это значит, что у нас 450 триллионов этих самых контактов. Вот та сложность, которая, собственно, является базой всех наших психических функций. То есть, все, что происходит в нашей психике, это, по сути, программы, установленные на вот эту самую нейросеть. Какие-то из них врожденные, а какие-то результаты обучения. Ну, и если смотреть на мозг, то центральные его структуры, которые являются продолжением спинного мозга, в головном мозге их называют стволом. И там где-то 5 миллиардов нейронов, но это вот как раз та сфера, где установлены наши врожденные программы. В частности, программы, связанные с потребностями и эмоциями. И некоторые из них очень простые, ну, скажем, дыхание, а некоторые сложнее. Голод или там любовь. Или, например, агрессия. Или, например, стремление преодолевать препятствия и играть. Игра — это тоже одна из самых таких базовых врожденных программ. Ствол. И вот на этом стволе, как на стволе дерева, растет мозжечок и большие полушария. И мозжечок — это наша моторная память, двигательные навыки ходить, бегать, говорить, играть на гитаре. А большие полушария начинаются как центр сенсорный, узнавать те или иные образы, узнавать лицо другого человека, узнавать слова. Ну и, собственно, постепенно у нас в зоне, которая называется ассоциативная теменная кора, вот тут вот на стыке теменной доли и затылочной, возникает, ну, по сути, речевое отражение окружающей действительности. То, что когда-то Академик Павлов назвал вторая сигнальная система, а сейчас мы говорим, ну, это наш чат GTT, вот там вот выбируется, это нейросеть, выучивается, и мы этим не с ним думаем, осознаем не только мир, но и самих себя. Ну и, собственно, это все очень важно, но энергию для процессов психических все-таки во многом дает сфера наших потребностей. И еще раз, желание преодолевать препятствия, любопытство, стремление любить. Даже программы лени, они могут быть источником, ну, если не энергии, то, по крайней мере, мотивации, да, в данный момент ничего не делать. И, кстати, когда мы ленимся, наши нейросети гоняют уже накопленную информацию, и в этот момент порой в голову приходят самые творческие идеи. Если уйти от анатомии мозга к основным функциональным блокам, то у нас их там, в общем-то, шесть. И в желтеньком прямоугольничке показаны наши самые сложные центры, это вот как раз теменная кора и лобная кора, это зоны, которыми мы думаем, принимаем решения, и дальше запускаем поведение. И чтобы запускать не обыкакое поведение, а эффективное, наши высшие центры учитывают три больших информационных потока от центров потребностей, центров памяти и сенсорных систем. Чего хотим, что знаем о путях достижения той или иной цели и что происходит в окружающем мире. Вот это все сопоставляется высшими зонами, выбирается ковидическая программа, мы что-то делаем, и дальше получаем результат. Результат этот оценивается при помощи сенсорных систем, и вы видите на схеме пунктирную стрелочку, она на самом деле здесь очень важна, она зацикливает работу нашего мозга. Получил результат, оценил, движешься дальше, выдвигаешь какие-то новые идеи, формируешь новые планы, проверяешь их и еще и еще и параллельно учишься. Вот эта зацикленность психических процессов делает наше поведение непрерывным, и если даже удовлетворил какую-то потребность, то на подходе еще одна, еще одна, еще одна, и их список практически никогда не кончается, и так вот, собственно, идем по жизни. Ну, еще один блок в правом верхнем углу, он про сон и бодрствование, он тоже важен, конечно, это что-то вроде блока питания, общий тонус психических процессов. Откуда все начинается? Во многом исток той энергии, которая, собственно, в основе нашего поведения, наших психических процессов, во многом этот исток в центрах потребностей. И, собственно, термин потребность, он используется и философами, и психологами. Нейробиологи в основном говорят о биологических потребностях, то есть тех, которые врожденно вставлены эволюцией в наш мозг. То есть, по сути, это некая такая заводская установка, такой биос наших нейросетей. Еще раз, да, это в основном стволовые зоны, глубинные зоны, древние зоны нашего мозга. И там те программы, которые эволюция отобрала, без которых, в общем-то, не выжить. И эти программы объединяют нас с высшими животными. И так же, как эта кошка, мы хотим есть и пить, так же, как эти капибары, мы не против, размножиться и ухаживать за потомством, так же, как эти еноты, мы любопытные. То есть, эти программы, биологические потребности, врожденно вставлены в наш мозг. Индивидуальная яркость этой установки, она разная. Кто-то более любопытен, кто-то менее. Кто-то более ленив, кто-то менее. Кто-то более эмпатичен, кто-то менее. Это уже то, что является основой нашего личного темперамента. Это во многом зависит от генов, которые мы получили от родителей, от гормонального фона. Но этот список биологических потребностей, он очень важен. Он действительно основа нашего поведения. Ну и мы так устроены, что буквально обязаны те или иные биологические потребности хотя бы иногда удовлетворять. Ну, тот же голод, да, не поел вовремя, уже, значит, негативные эмоции. Поел позитивные. И вот на примере голода как раз все как бы становится понятнее. То есть мы так устроены, что когда удовлетворяем эти самые биологические потребности, мы испытываем положительные эмоции. И положительные эмоции для нас ужасно важны как для субъекта, и как бы мы в этот момент счастливы. Но с точки зрения системной работы мозга, именно на основе положительных эмоций наша кора больших полушарий учится, а как достигать цели, как делать так, чтобы было хорошо. То есть эмоции – это то, что оценивает наше поведение, и это то, что еще называют подкрепление. На основе положительных эмоций те контакты, синапсы, которые привели к успеху, начинают работать более эффективно. И вот она, эта нейропластичность, в ее такой биологической форме. Когда вы работаете с ТИИ, там тоже контакты начинают работать по ходу обучения эффективнее, но там достаточно просто подкрутить коэффициенты в дифференциальных уравнениях. А в реальном мозге там очень сложные биохимические процессы, порой затрагивающие даже ядерную ДНК. Если что-то сделал и не вышло, возникают негативные эмоции. И негативные эмоции – тоже очень важная часть нашей психической жизни. Они нас огорчают, но с точки зрения системной работы мозга негативные эмоции, они говорят о том, что некая программа была неэффективной. И те контакты, синапсы, которые ее реализовали, их эффективность падает. То есть коэффициент подкручивается вниз. Не стоит так делать. И на фоне эмоций мы учимся, и это очень важно. Ну и, собственно, если мы поговорим теперь о соревновательности, о стремлении побеждать, играть, то окажется, что вот этот феномен, ну, можно сказать, культурный феномен, он включает в себя сразу несколько биологических потребностей. То есть очень часто, когда мы что-то делаем, несколько программ соединяют свои усилия для того, чтобы подтолкнуть наш мозг в той или иной деятельности. И когда мы говорим о людях, играющих и соревнующихся, то здесь, посмотрите, целый список потребностей объединяет свои усилия. Во-первых, это те нейросети, которые подталкивают нас преодолевать препятствия. То, что, опять же, Академик Павлов давным-давно, сто лет назад, назвал программой свободы. И у Павлова есть даже маленькая книжечка, которая называется «Рефлекс свободы». Говорит она о том, что мы так устроены, что препятствия для нас – это источник негативных эмоций. А когда мы преодолеваем препятствия, то идет мощнейший источник позитива и там, не знаю, какой-нибудь жучок, который вы посадили в спичечную коробочку, или там попугайчик в клетке, да, они тоже стремятся выйти на волю, на свободу, преодолеть препятствия. И это компонент номер раз. Во-вторых, когда мы соревнуемся, играем, мы очень часто с кем-то конкурируем. И программы, связанные с конкуренцией, с победой, с лидерством, они тоже врожденно вставлены в наш мозг, они очень важны. И эволюционно они важны, ну, потому что понятно, что в мире животных тот, кто победил лидер и первым добежал до, так не знаю, места тусовки, он, скорее всего, оставит больше потокства. И вообще победители гораздо больше нравятся девушкам. И это биологически очень сильно обусловлено. И поэтому животные зачастую конкурируют друг с другом, самцы бодаются, дерутся. Посмотрите там на картинке два морских слона, лупят друг друга плыками, во все стороны там летит кровь и куски этого самого подкожного жира, и сто самок смотрят, а кто же будет победителем. И сердца всех будут этому самому победителю отданы. Игра, игровое поведение отдельно существует в нашем мозге, и действительно животные тоже играют. Откуда это? Зачем это? Ведь каждая из этих программ, она преследует какую-то цель. Играть – это значит осваивать какие-то навыки в комфортных, безопасных условиях. То есть когда вы играете, то это происходит в неком специально огороженном пространстве, ну реально огороженном, как здесь, или как бы вы договорились, что на этой полянке вы условно там играете в прятки или в догоняки. По каким-то правилам это все происходит под контролем, ну как бы более опытных товарищей и членов стаи и сообщества. И в итоге на фоне игры в комфортной, безопасной установке с минимумом тревоги и достаточной, как бы с небольшой затратой сил вы осваиваете новые навыки. Ну и у животных мы это видим, и какой-нибудь там козленочек бегает по лужайке, а еще там козлята бодаются. Вот что они такое делают? А козленочек бегает, чтобы научиться удирать от волка. А бодаются козлята для того, чтобы научиться выяснять, кто сильнее, это потом пригодится, когда дело дойдет до лидерства, и там, опять же, кому самки будут строить глазки. Вот. И как бы в игровом поведении все это тестируется, все это тренируется, и происходит это действительно комфортно. Ну и поэтому, например, в современной психологии генификация любого поведения ей уделяют очень большое внимание. Ну и кроме вот таких позитивных игроков, в любой ситуации есть и темная сторона, и кое-какие потребности, они про то, что, ну, наверное, не очень они уместны и где-то даже мешают. Тут ведь фокус в чем? Те врожденные программы, которые у нас в голове, они вовсе не дружная упряжка лошадей, которые везут на счастливое будущее, а довольно противоречивые сущности. То есть, по сути, каждая биологическая потребность это отдельная такая программа, которая тащит свою сторону, и она хотела бы рулить нашим поведением. И есть, например, программы тревоги, которые говорят, ой, а вдруг не получится, зачем я вообще буду там соревноваться, вылезать вперед. И еще есть очень мощный игрок, программы линий. Их называют программой экономии сил, такой строгой физиологии. И, как бы, да, наши нейросети так устроены, что стремятся потратить на достижение цели как можно меньше энергии. Ну и, кстати, сейчас, когда работают с нейросетями ИИ, тоже видят такую же картину, потому что когда сеть чему-то обучена, как правило, обнаруживается, что не все элементы участвуют в решении задачи, а лишь довольно небольшая доля. То есть, как бы, такое энтеропическое изменение происходит, снижается, да, количество участников, и, собственно, лень, да, а зачем я буду вообще в этом участвовать? И тревога – это темная сторона, соревновать это с тем. А вот светлая сторона – это, конечно, стремление преодолеть препятствия, победить, стать главным, стать самым лучшим. Любопытство, кстати, тоже еще очень важный игрок. И еще такой неоднозначный игрок, как агрессия. Вот агрессия, она во многом в основе соревновательности, но агрессия контролируемая. И если вы, собственно, используете энергию агрессии для того, чтобы ваше поведение было более интенсивным, вовлеченным, это прекрасно. Но если агрессия уже переходит в разумные границы, и вы начинаете все крушить, ломать, и дело доходит до мордобоя, вот тут уже, конечно, все плохо, и поэтому с агрессией всегда проблемы, но тем не менее агрессия и соревновательность, они очень близки. Ну, все вы знаете, как это в спорте выглядит. Да, там одно дело, ну, не знаю, 100-метровка, бег, а другое дело бокс. Там прямо агрессия почти в открытом виде, но, в принципе, это тоже спортивное соревнование. Посмотрите внизу схема мозга, где показаны разные зоны, которые занимаются биологическими потребностями, ну, и, собственно, внизу написано амигдала. В глубине височных долей нашего мозга находится зона, которая как раз про лидерство, про соревновательность и во многом про агрессию. А вот чуть повыше, красненькая зона, написано NAC. По латыни эта область называется Nucleus accumbens, по-русски еще сложнее. Прилежащее ядро прозрачной перегородки, но именно там расположены нейросети, которые дают положительные эмоции, когда мы побеждаем, когда мы лучше всех, когда мы первые. И за эмоциями, вдобавок, как правило, стоят вполне определенные молекулы. И когда мы говорим о соревновательности, победе, азарте, вещество, которое вот там, внутри наших нейросетей, опосредует эти эмоции, это вещество называется норадреналин. И эта зона, выделяющая норадреналин, она очень глубоко находится в нашем мозге. Посмотрите, нет, не пробивает этот самый, вот написано там на схеме, где мозг, голубое пятно, и идет такая линия к зоне, которая очень-очень глубоко в стволовых структурах. Ну, там реально нейроны чуть-чуть голубоватые. Художник нарисовал зеленые, я уж не стал перекрашивать. Там всего несколько миллионов нервных клеток. Но их отростки, посмотрите, зеленые стрелочки расходятся по всему мозгу. И когда мы преодолеваем препятствия, побеждаем, те события психические, которые все это сопровождают, они связаны с выделением норадреналина. Поэтому мы говорим, психическое сопровождение стресса. И что делает норадреналин? Во время каких-то реальных или потенциально опасных, важных событий, во время соревновательности, он, во-первых, нас активирует. Во-вторых, улучшает нашу память. И мы учимся преодолевать препятствия на фоне стресса, на фоне соревнования. Тут, правда, важно, чтобы стресс не был слишком сильный, потому что при избыточном стрессе память опять ухудшается. Ну и если вы слишком боитесь экзамена, то это, в общем, ничего хорошего не выйдет. А вот контролируемый стресс, такой разумный, он очень даже уместен. И да, с этим веществом связаны положительные эмоции, которые возникают, когда мы победили лучше всех. Эмоции азарта, эмоции победы. И это очень важно. И дальше что получается? Вот эта зона, голубое пятно, она есть в мозге каждого человека. Ну, я уже сказал, что вот эти центры потребностей, они по-разному установлены у каждого из нас. Во многом благодаря, в кавычках, ну, иногда без кавычек, благодаря родительским генам. То есть те молекулы ДНК, которые мы получили от мамы и папы, во многом определяют, насколько мы азартны, соревновательны, и насколько активно у нас работает это самое голубое пятно. И если вам досталась эта зона, мощно работающая, если в мозге у вас выделяется много норадреналина, то тогда эмоции, которые связаны с соревнованием, азартом, они для вас очень значимы. И, например, прыгнуть с парашютом, как на картинке, для вас прям классно, кайф. И вы мечтали сделать это всю жизнь, наконец-то прыгнули и получили кучу эмоций положительных. Рассказывайте всем об этом и хотите повторить. Если вам досталось хилое голубое пятно, такое спокойное, вы вообще не понимаете, зачем люди прыгают с парашютом. На диване так комфортно. Лучше я посмотрю об этом в кино. Вот. Вот это уже действительно то, что называется темперамент. И получается, если вам досталось активное голубое пятно, вы человек более азартный, вы человек более рисковый, соревновательный, лидирующий, порой более агрессивный. И все это в комплекте. Но это не означает, что вот прям все, вот это вот раз и навсегда установлено. Даже если у вас не очень активное голубое пятно, жизнь вас может помещать повторно в такие ситуации, когда быть соревновательным, лидирующим, это здорово. Ну что значит жизнь? Сначала родители, потом учителя, преподаватели в институте, добрые начальники, да, помещают вас в ситуацию, когда соревноваться, побеждать, это дает кушу всяких бонусов, и ваша кора больших кушарей запоминает. Ну, классная идея. Давай мы чаще будем запускать эти программы. И из не очень соревновательного человека можно вырастить более соревновательного. Это уже воспитание. Но, конечно, если у вас врожденное это заложено, да еще и воспитали, вот тогда получается совсем здорово. Ну, и, собственно, вы видите разные варианты радости, которые мы получаем через норадреналин. Это и спортивные соревнования, и какие-нибудь там американские горки. То есть вы наблюдаете за любимой командой, получаете кучу положительных эмоций. Вы сами побеждаете. Это, кстати, наша команда олимпийская по синхронному плаванию в Рио-де-Жанейро. И это очень важный компонент нашей эмоциональной жизни. И собраться поболеть, да, за своих там футболистов-хоккеистов, это классно. Это все происходит на фоне общей активации работы мозга, то, что мы называем еще стрессом. Ну, и здесь, опять же, важно не переходить границы, потому что чрезмерный стресс, он не полезен для нашего мозга, для нашего тела, а вот умеренный оказывается очень даже уместен. Ну, и, собственно, в качестве примера того, а как это все с генами может быть, я хочу два слова сказать о особом белке, ферменте, который называется моноаминоксидаза типа А. Вот это вещество, оно разрушает норадреналин у нас в межклеточной среде. То есть, как вообще работают наши нейросети? Из одной нервной клетки вещество выделяется и на другую нервную клетку действует. И дальше специальные ферменты нейромедиатор разрушают в межклеточной среде, чтобы остановить передачу сигнала. Норадреналин разрушается моноаминоксидазой типа А. Если вам достался менее активный вариант этой моноаминоксидазы, ваш норадреналин дольше действует на клетки вишени, и да, вы человек более лидирующий, агрессивный, импульсивный, инициативный и так далее. То есть, буквально один ген может оказывать серьезнейшее влияние на темперамент, ну, на тот компонент, который обычно связывают с холериками. Холерики. Ну, и если ваша моноаминоксидаза работает совсем плохо, вы можете попасть, что называется, в зону риска и, собственно, быть склонны к такой импульсивной, мощной агрессии, когда вот спорил с кем-то, спорил, и вдруг так, опа, там, глаза заволокло красной пеленой, и вокруг, значит, дальше ничего не помнишь, через пару минут приходишь в себя, там все порвато-поломато, любимая девушка там с синяком под глазом плачет, вообще вы ничего не помните, кругом виноваты, и как бы это прям уже ближе к уголовщине, и надо понимать, что порой наш мозг способен выкидывать вот такие кульбиты и как бы, да, знать за собой вот эту импульсивную агрессию. Ну, к сожалению, получается, что досталась такая нейросеть, и надо учиться с ней работать и ее контролировать. Ну, и еще надо сказать, что люди, у которых активно работает система норадреналина, они более склонны к игре в форме избыточной игры, то есть то, что называется игромания. И вы не просто более азартные, более импульсивные, более лидирующие, компьютерные игры доставляют вас больше удовольствия, и уж тем более игры, когда дело идет о денежных ставках, и вы там что-то такое вкладываетесь в исход футбольного матча, ну, или вот там рулетка, да, у нас в стране есть игровые зоны, там где-нибудь недалеко от Сочи, где вы можете все свое достояние проиграть за полчаса, получить, наверное, кучу эмоций, как позитивных, так и негативных. Но игромания – это отдельная серьезная проблема. Ну и сейчас есть научные исследования, которые говорят, что, в принципе, конечно, наш мозг неплохо всему этому противостоит, но, скажем, те же самые компьютерные игры, если человек предается им больше 3-4 часов в сутки, они способны уже снижать IQ, снижать коммуникативные свойства мозга, эмпатию и так далее, и так далее. Ну, правда, при условии, что вы играете как любитель. Если вы профессиональный геймер, там уже совсем другая история. Это ваше дело, ваша любимая профессия, вы этим уже зарабатываете деньги, а их не тратите. Но, во всяком случае, игромания – это вполне такая реальная проблема, прежде всего, конечно, связанная именно с компьютерными играми. Ну и надо сказать, что в этой системе, конечно, все сложнее, чем я пока что рассказываю, и кроме нейромедиатора, который называется норадреналин, здесь работают еще такие вещества, как дофамин и серотонин. И дофамин, он вообще-то про новизну. Но поскольку в игре всегда очень много новизны, дофамин мощно поддерживает игровое поведение, поведение риска и вообще любое возникновение поведенческих зависимостей. Это может быть не только игромания, это могут быть импульсивные покупки, это может быть чрезмерная ориентированность на секс, это может быть чрезмерная ориентированность на соцсети, зависание в соцсетях и так далее, и так далее. Ну и здесь вот в качестве примера история о том, как люди, у которых болезнь протенциона, а такие люди принимают препараты, усиливающие работу дофаминовой системы, они становятся более азартными, чаще делают игровые ставки, ну или, например, воруют в магазинах, да, клептомания, это тоже попадает в этот комплект. А вот вещество, которое серотонин, оно наоборот оказывает тормозящие, успокаивающие действия и как бы позволяет, помогает контролировать избыточные проявления игрового поведения. Ну и еще, конечно, очень важный компонент всей этой системы это наши гормоны, и первый слой образуют гормоны стресса, те, которые выделяются над кочечниками, и это кортизол, это адреналин, и для того, чтобы это все заработало, сначала в мозге происходит выделение целой цепочки гормонов, и самый первый такой стрессово-соревновательный посыл дает гормон, который называется кортиколиберин. И этот кортиколиберин, его эффекты на схеме показаны такой красной стрелочкой внутри мозга, и кортиколиберин, он сейчас известен как гормон, который дает негативные эмоции, страх, опасение, что не получится. Ну и когда мы в какой-то реальной соревновательной обстановке находимся, у нас ведь зачастую не просто вот был ноль-ноль, а потом положительные эмоции, его победили, у нас эмоции качаются, из страха проиграть, к ощущению, вот я уже побеждаю. И получается, что раскачка от негативных эмоций позитивным, она дает еще больший скачок, собственно, эмоциональных переживаний, поэтому зачастую ваши эмоции, которые вы испытываете во время игры, это смесь кортиколиберина с тем же самым норадреналином. И получается, конечно, совсем интересный гормонально-неромедиаторный коктейль, но да, вот эти эмоциональные процессы у нас весьма сложно в мозге организованы. Ну и еще такой фон гормональный, который усиливает наше игровое поведение, образует гормоны щитовидной железы, они вообще про наш тонус, и половые гормоны, особенно андрогены, мужские половые гормоны. Но тут фокус в том, что только в школьных учебниках пишут, у женщин эстрогены, а у мужчин андрогены. На самом деле и в мужском, и в женском организме есть и те, и другие, просто в женском на порядок больше эстрогенов, а в мужском на порядок больше андрогенов. Но тем не менее, вот это вот соревновательно-агрессивное действие андрогенов, оно запросто может проявляться и у девушки, и у женщины, ну и, собственно, уровень половых гормонов в этом смысле тоже очень важный показатель. Ну и последние, собственно, слайды. Давайте мы подведем итог. Вот у нас есть в нашем поведении врожденная основа, то, что мы называем темпераментом. Врожденная установка различных биологических потребностей. Вот эту врожденную установку я на картинке обозначил первым пунктиром и написано там «средний врожденный уровень равно темперамент». То есть представьте себе, родился, ну не знаю, там мальчик, да, скажем, Вася Иванов, и у него там в годик померили различные проявления его темперамента. И вот получили такой результат. Пищевое поведение, пищевая мотивация у него на среднем уровне, тревога, страх чуть ниже среднего, соревновательность чуть выше среднего и любопытство тоже чуть выше среднего. То есть мальчику всего годик, но мы видим, что он вполне себе любопытен, вполне себе соревнователен, но местами даже агрессивен. И если у него кто-то в песочнице начнет отнимать его лопаточку, да, то он может и в глаз кулаком заехать. Окей, это было в годик. Дальше мы оставляем нашего Васю Иванову лет на 25-30 и через три десятка лет к нему опять обращаемся и смотрим, а что же у него над этим самым темпераментом выросло. И оказывается, видите, добавились зеленые...